Ну вот, мы уже и подошли к такой теории, которая оказывает непосредственное влияние на практику. Всякая работа, если есть какой-то план действий, начинается с подготовки рабочего места, материалов, инструментов и прочего. В нашем случае ничего особенного готовить не нужно. Благо, что воздуха вокруг вполне достаточно, да и легкие наши всегда вроде бы при нас. Но между окружающим нас воздухом и нашими легкими находится одно очень важное звено, которое играет стратегически важное значение в транспортировке этого самого воздуха. Это верхние дыхательные пути. ВДП. Их рабочее состояние чрезвычайно важно для выполнения всех дыхательных практик и упражнений. Без исключения. Так как если нарушена свободная проходимость верхних дыхательных путей, ну что бывает при насморке, отечности слизистых и тому подобное, то носовое дыхание будет неправильным, малопродуктивным. Кроме того, будет некомфортно вообще выполнять упражнения. Это не позволит в должной степени сконцентрироваться на самих упражнениях и правильности их выполнения. Ну а это, как следствие, приведет к существенному снижению эффективности от выполняемых упражнений. Поэтому перед самым началом выполнения основного комплекса рекомендуется провести ряд определенных мероприятий по очистке верхних дыхательных путей. Сделать упражнения на подсушивание, а иногда и наоборот на увлажнение слизистой оболочки носа. Кроме того, в регулярной практике используются некоторые специальные, но очень простые и понятные методы гигиены, полости носа и других анатомических структур, напрямую связанных с полостью носа. Ну это различные носовые раковины и так далее. Конечная цель такой подготовки – добиться свободного тока воздуха при вдохе и выдохе, не встречающего никаких препятствий, никакого сопротивления. Дыхание через нос должно быть очень легким, свободным. Я бы сказал бы так – вкусным оно должно быть. Добиться подобного эффекта можно и медикаментозным способом, ну например, закапывая в нос сосудосуживающие препараты. Адреномиметики. Кратковременный и сильный эффект, безусловно, будет замечательный. Но этот способ имеет столько побочных эффектов, от привыкания до атрофического ринита, слизистой носа, что применять этот метод стоит только в том случае, если у вас сильный сирозный ринит и дышать через нос абсолютно невозможно. Впрочем, в такой ситуации применение препаратов показано по вполне понятным причинам и так, даже и без дыхательных практик. Продолжение следует...